честно ребята я даже не думал что эта игра окажется такой атмосферный классный я знал что он будет атмосферный скорее всего потому что самом начале к нам значит только проходите я сразу сказал что она атмосферная но что прям настолько я не думал и чтобы прям вот настолько я кайфанул от прохождения здесь вот просмотра тоже прям я не думал что настолько кайфан от прохождение честно напрямую до конца напрямую до конца и не буду голословен но скорее всего если игра также будет ну как сказать она будет такая же на протяжении всего прохожения то есть на уровне да то есть прям и скачно сделано это будет та игра которая встанет реально на полочку вместе с метро со сталкером the walking dead с другими такими качественными проектами которые мне зашли лично которые очень атмосферные очень такие классные очень качественно сделаны на совесть кто не смотрел прошлую серию можете посмотреть там плейлист у нас в ссылках в описании да ссылка в описании там плейлист есть серия есть две серии также плейлист еще в верхнем правом или левом углу высключила подсказку уже там две серии плейлист на прохождение данной игры мы дошли до города и там остановились на что мне было непонятно вы можете узнать в прошлой серии кто не смотрел посмотрите там мне один момент был непонятен до сих пор он мне непонятен для чего нам это показали ну можете посмотреть заценить карасель принципе все ребят принципе все все закончено нет ну саш поудобнее при этом пить эту кушку от ночи пить и кафе пить или питья воды приятного вам просмотр ребят накидывать плейдиками этих саш поудобнее черт этому просмотра мы начинаем что значит мне нужно разрешение у меня есть разрешение заплатила гребное состояние за это разрешение ваше разрешение больше не действительно вам нужно будет обновить его у вас есть 24 часа чтобы выполнить предписание идите нахрен что-то я не вижу в этом вообще никакого смысла если вы не причинитесь вы будете задержаны и ваши товары будут конфискованы если вы хоть пальцем тронете карла я отрежу ваши яйца и сделаю из них кебаб угрозы контрпродуктивные и караются законом у вас есть 24 это работает на черту фашистский режим топчущийся по рабочим людям я все устраивает без страховка отлично никаких сухорочных и оплата достойная 24 часа это его звонят ёбан и привет привет ты где только вышла сеанса иду в магазин как дела работы по горло я буду плохим парнем если попрошу тебя зайти к этой шизе с хорошей едой запуске неллы конечно и ленивым а неплохим что неплохим парнем ленивым парнем что тебе взять выбери самым но ничего экзотичного принято я зайду к нелле прямо сейчас я должна быть в твоем офисе в 3 спасибо ты лучшая по ее бонусы в телефон телефон в глаз позвонили купить ланч закуснул и тележки седаю вот башни все шандры и мне не стоит вмешиваться у меня и так проблем хватает я опаздываю я уже по уши погрязла в предвыборной кампании у минске хватит с меня политики мне вообще не нужна вся эта политическая драма не могу поверить что око не дает нелле покоя она торгует едой в этом же нет ничего противозаконного не так ли я знаю что на политический активист но ведь здесь нет закона запрещающего быть марксистом извини нелла мне просто нужно купить ланч для реза ты знаешь как говорят сперва они пришли за коммунистами а я молчала потому что я не коммунист но ты коммунистка марксистка и не в этом дело пока подавляет нашу свободу они ограничивают перевозки между районами работа непосредственно с парламентом чтобы утихомирить революционеров когда-нибудь меня не будет рядом чтобы продать тебе ланч я уверена они не арестуют меня замысленное совершение преступления подожди увидишь отца что-то намечается они уже арестовали моих знакомых в районе берлина обвинив их в терроризме преступление разума зоза такова их точка зрения ну хорошо еще не выпустили пару биографити на рейхстаг но терроризм да ладно это страшно страшно вот именно и ваш кандидат не собирается ничего менять в лучшую сторону может и так но у минс сделает и хуже в отличие от константина вольфа кайзер константин тут а если изберут эту свинью я перееду в париж они тебя ни за что не пустят тогда в один из городов конгломератов штатов северной америки в ньюпорт гребаную республику лас-анджелес черт даже в бастонию куда угодно из европы кайзера и она социалистка она сдержанная за и сдержанность синоним компромисса ты заебал сыграть сосиски веришь нахуй черный улыблять ланч зоза для твоего черба слушай у меня новый поставщик посуждаю коллектив что внизу к права органическое мясо натуральное не то что то выращенные в бочке жижа не знаю как они это делают очень хорошие связи или избыток партнеров для обмена но они легальны я так думаю свиные сосиски звучат очень вкусно я не уверена что реза согласится но ему следует быть смелее когда речь заходит о его диете свиные сосиски звучат вкусно но реза осторожничает с едой европолитан до мозга костей не терпит органическое мясо я работаю над этим но маленькими шажками он ебаный сыр возьмем тебе следует присоединиться к протесту сегодня вечером готовь ты пожалуй нужна причина посерьезнее чем политический митинг чтобы мир дала мне отгул думаю я откажусь умная девочка готовь нахуй забьет более и бросит зону готовь хоть пиздеть ёбаный ты блять вот держи спасибо если передумаешь мы выдвигаемся около полудня пора показать этим ублюдкам что мы наблюдаем за наблюдателями уныло есть прозвище для передвижной кухни это прозвище карл потому что она марксист ты разве не торопилась настоящее реальный органический я никогда не видела здесь много покупателей но уныло дела должны этих всегда приятно поболтать нас а вот договоришь эти сосиски коллектив у них магазинчик на копрова сразу за входом в метро не особо бросается глаза но ты их пробовала они родят животные зои животные они живут для сломанного момента ты вот я не так поживают запуске нилы кусается подруга наверно ты да я про это можно пропускать прошу прощения пока покончил шанскими угнетателями правильно для не помню как покончим с фашистскими угнетателями правильно иди дальше да и не помню как ну как лучший шмазак в пропасти о сырный суп ёбаный любимый супрезы вкусные на пресный обычно кто мне блять пиздаш на хуй но салам алейкум то кто блять вчера у меня был лучший сок вши что где он ёбаный блять нет ёбаный чел блять я на блять не сможешь быстрее бегать похоже вам нужно подсказать дорогу эти интерактивные туристические карты мне очень помогли когда я впервые сюда переехала хотя они по-прежнему более большой я до сих пор теряюсь я предпочитаю капрово станция метро пропасть находится на капрово ну пасюж подсказала хоть ёбаный просто для бегаем хуйном дебли для чего нахуй понятно капрово блять зачем ходить по улице когда можно сидеть дома сейчас середина дня я еще не дошла до такого хорошо но подскажешь может мне еще раз доки пропасти тут же мемориал коллапсу и редакция кормящей десницы а души блять там и бежим я ху его знает честно наверно он туда да блять о а ну-ка там нет абсолютно ничего что мне было бы нужно но чисто по фону поиграть до что недели планируешь выбраться из района шук бля ебаный уже на самом деле происходит где-то десница блять ху я снится бля я не на бля петельник окна выставить стебля диану на шуши ими блять шоу пошел на сыне нравится прикольно оживленный город где-то хуйня блять находится то на блять и в пизду блять кто юный еще блять эту девушку нахуй тепло и покалывает странно дожди блять нихуя не понимают те блять мне нужно короче действительную набережную вниз по реке на набережную значит туда прямо на мне бежать по идее представить там нет никого про пол боёб ты блять салам алейкум привет знаю знаю я уже иду честно с моим ланчем конечно ты за кого меня принимаешь мисс рассеянность да да именно за нее я тебя и принимаю фомане верующий пять минут максимум хорошо знаешь где офис да да я плохо ориентируясь но знаешь хватит уже ладно просто проверяем держись справа от реки и в конце концов ты его найдешь отстань да и скоро увидимся справа от реки договорили брата пошли блять куда мне нахуй блять что за хуйня офис нашей предвыборной кампании это дыра в стене на бороде сделал из нее очень презентабельную дыру в стене это единственный храм в пропасти внутри он кажется намного больше контрольно-пропускной пункт оку я не заполняйте лежащие продолжать идти ну куда мне блять я устал уже ебаный сын даже иначе мне сюда нужно было блять что за хуйня можно блять я спрашивала у всех что это за башни и никто не знает наверняка некоторые говорят что это были антигравитационные установки еще доказать другие говорят что это были вентиляционные шахты давай брат помоги мне блять шалом что вы ищете вам не найти большего выбора и лучших цены нигде в шуте здравствуй подруга ты же не спешишь верно вы пришли за новым ирис у нас давай давай идти нахуй это закрыта зона скал правее всегда держись право правее от этого блять вот самого-самого на но мы ли вещи держимся начнем не сюда начнем у тебя получается кланить прошу прощения мне нравится рекламу минске на мой взгляд она доносит идею до каждого я горда тем что присоединилась к ее политической компании дух где были гроз гроз я не могу представить успех альянса на выборах на самом деле это гонка только между у минска и кайзером константина я ее раньше видела она нет не могу ее вспомнить хуйну за ней шаплаза уйдите были о наконец-то то нам десницу до снится получается где-то вот а вот он сказал нам шо правее держись всегда таба реки на ход на вернусь у с каждым днем все больше бронетехники можно подумать что бога готовится к войне дом милый просто дом да а да охуеть спасибо блять спасибо салам алейкум экран включить блять так шоу нас с тобой что по ебушке будут уебать мне не показалось же мне же не показалось я понял его батарея еле-еле держит заряд я оставлю его в спящем режиме пока не куплю новую хорошо блять шоу нам делать с тобою мне похуй я думаю буду я уже заебался хотя какой в этом смысл внутри все еще печальнее нужно ли мне в туалет не не нужно эпоху да на диванчике посидим это очень похоже на фильм нуар мы живем внутри фильма нуара нуарова о чем не делать то блять но я зашел домой нахуй и блять его батарея еле-еле держит заряд я 100 который час дурных не сейчас сегодня вечером определенно сегодня вечером время засучить рукава и разобраться со своим дерьмом понятно мне сюда нужно было нам просто не сюда нужно было так ну хотя бы теперь разно где она живет блять там будет проще находиться в этом блять подожди где-то кормящая теснице блять давай мужик подсказывать да обязательно блять я здесь чтобы указать вам направление мисс скажите мне куда вы хотите отправиться сегодня кроме среза неподалеку от пристависты старых речных догов прямо за памятником коллапса магазин мира находится в бриксе на том месте где когда-то был автосервис пропасти не уверена как точно он называется но уверена что пандемониума на этой карте не будет офис среза неподалеку знаешь где расположен автосервис пропасти секунду куколка как же конечно но эта мастерская закрылась года назад могу направить тебя как я хочу пойти туда ну разумеется здание все еще здесь прямо в бриксе согласно городской сети она заброшена так что остерегайся самовольных жителей и сомнительных личностей возвращайся когда душа пожелает это не моя любимая подружка ковбоя могу ли я указать тебе какое-нибудь направление дорогушек офис среза не погнали прийти в пизду все отстань оттай мне петушевой попугай погнали с бегом чем погнали с бегом туда я могу перепрыгнуть нахуй я его знаю из пизду блять и за пазухой своей 6 ствол бою опасный диспез дублять офис срез покажи мне пристависты пожалуйста полная коллапса планируешь поездку вниз парики получая подружка ковбоя таки пропасти прямо перед тобой псевдонимом я надеюсь ты доберешься туда куда идешь а если снова потеряешься то вороненок всегда поможет все 10 дублять куда мне нахуй мужу блять прикинь я просто вот круги просто так наворачиваю можно упадать и карте блять и узнать куда идти он типа казал бы были я просто хуевле доеду я хоть еще хуевсе не сказ пробегал это место просто он туда эти что же он туда эти блять это дом я так и думал честно так и думал так и думал я я так и думал блять я так и знал что был туда идти на хуя но уже к ты кто беспорядки демонстрации это во всех новостях европа лес и правда на грани чего-то пропасти достается больше всего уреза есть хороший друг и потрясающий редактор салли и я не протянула бы и месяца без его плеча в которой можно поплакаться соли самый лучший где мы муж лан ты блять не понял нахуй что тёк да вот ну ли стоит как дела свергаем правительство и раскрываем корпоративные заговоры пока не родился как прошла ну ты знаешь терапия терапевтически я полагаю да уж да я знаю он из хороших побуждений но я не в настроении для еще одной психотерапии я бы хотела отложить психотерапию на потом но я знаю что он беспокоится я знаю он из хороших побуждений но я не в настроении для еще одной психотерапии пожалуйста может поговорим об этом позже, дома. Так над чем ты сейчас работаешь? Над парой статей про ужесточение режима. Ходит тонна слухов насчет того, что синдикат закрывает некоторые станции метро, ужесточает проверку документов, вторгается в новостные лент. Мы ожидаем худшего. Тебе это нравится. Я бы так не сказал, но это захватывающе. Мы можем что-то изменить. Я молюсь, чтобы они попытались совершить набережные решения. Салли уже готовит судебные иски. Мы засудим их за моральный ущерб, незаконное вторжение, повреждение имущества и вмешательство в дела свободной прессы. Он ждет, не дождется. Жду, не дождусь. Налетайте. Ты сейчас в магазин? Уже готов от меня избавиться? Я принесла ланч. Сырный суп, как обычно. Я прощаю тебя, можешь оставаться, только не отвлекай меня. Мне нужно закончить эту историю. Ужесточение мир? Нет, про новый безалкогольный напиток Бинго Дриммера. Они слишком быстро получили разрешение ЕФСА. Некоторые покупатели сообщили, что видели Бинго Динго, выпив банку. Мы выкинем их из торговых автоматов. Это мой парень. Тащит газированные напитки с магазинных полок. Я современный Гильгамеш, спасающий мир от галлюциногенной сладкой воды. Добрый Гильгамеш. Кого? Спасибо за ланч. Я ценю это. Полагаю, что я готовлю ужин. Ты верно полагаешь, Зиумал. О, я еще не скоро буду дома. Я волонтерствую. Какие-нибудь особые пожелания? Ничего тяжелого. Мембрана отремонтирована? Я сделал запрос в строительную сеть, но ответа к небу. Не понял, что он сказал, что за Гильгамеш? Честно, не знаю, у меня такого слова. Я не могу поверить, что мы живем в квартире без климат-конфора. Как только я получу повышение, мы переезжаем. Я не хочу покидать пропасть. Да, мне нравится этот район. Но хорошо было бы перебраться в более современное здание. Никакой тебе больше солнечной жизни в зону Ншайн-плаза, а то ПТ. Так или иначе. Вот, ланч. Я должна бежать. Повеселись в магазине. Передавай привет Шизе. Мира. Да ладно, она не... Ну, да, ладно. Мира и правда безумная. По-другому просто никак. Не нахуй, блядь. Это, блядь, симулятор тёлки, блядь, или что? В связи с Зоей работа в фондеуме работа, благодаря решению, которое вы приняли. Знаете, в её сторону летит много мер, ну, Рибас всё ещё держится. В пандемониуме она работает. Благодаря решению, которому я принял. Чего, блядь. Ну, ладно. И он нам показывал. Ты пизду, блядь. Я примерно помню, я примерно помню где это. Бать, что с... Вот почему я не пользуюсь дримером и думаю, что они так опасны. Что дримеры должны быть безопасными после всего этого разоблачения заговора для контроля человечества. Но, смотря на этих дримоманов, я не уверена. Если бы я мог просто, на это займет всего лишь. Я думаю, вы бы были очень... Если ты не свалишь, я активирую свою периферийную защиту и пробусь 80 тысяч вольт с квасной металлической башку. Ты, бархат Чодова Харазмада. Прекрасного дня, мадам. Я сказала тебе держаться подальше, ты кусок железа. Это я. Это я. Кто я? Я знаю много всяких я. Зои. Зои. Тебе повезло, что я не активировала периферийную защиту. Иначе ты бы уже была поджаристым тестом. Давай, блядь, ебалов. Вот именно, вот он не ебалов. Прошу прощения. Не, ну а шо, она вообще вот сама вот начинает потом. Ну, да. Черт бы и побрал, это сраное дерьмовое дерьмо. Дерьмо. Ну, не стой там, как гребаный полудурок. Уит. Ох, я тебя сейчас так ненавижу. Ты тупой, не мой болван. Ага. Продолжай притворяться, что не слышишь. Это совсем не раздражает. Мне даже не хочется задушить тебя проводом. Суду. Очень не дотрах, да. Я не просто так потратила 57 тысяч юани на этот хлам. Мы заставим эти штуки блестеть. И взлететь. И не взорваться или атаковать маленьких детей. Мне плевать на детей. Мать че. Мать че. Привязаны к этим грязным, гадящим, визжащим существам. А мы не можем себе позволить огорчать... Не самые лучшие времена? Это самые долбаные худшие времена кутрия. Но я плачу тебе не за право избегать моё дерьмо, сраное дерьмовое дерьмо. Ты в нём, как и мы, уже по самое горло. Я готова к... Подожди. Ты платишь мне? С каких пор ты начала мне платить? Как я уже говорила на той неделе, Винни не от правителя, а сраные банки в их некомпетентности и неспособности вовремя делать переводы. Мне что, это записать? И ты этим ртом целуешь своего парня? Каждый день. Итак, что мне делать? Могу продолжить принимать заказы, которые... Кам, батшот! Кого заботят новые заказы, когда мы не можем поставить даже наши текущие заказы? Такими темпами мы лишимся бизнеса уже в пятницу, а наши кредиторы сравняют это место с землёй и удушат нас в плазе. Мы собираемся поджарить мозги одному из моих новеньких ботов. Нейронное программирование, лепесточек. Я буду делать то, ради чего меня действительно наняли? Вау. Я не для того тебя нанимала, чтобы ты так ко мне относилась, банчот. С меня уже достаточно вида. Этот отсталый знает, на какие кнопочки нужно нажимать. Ага, просто продолжай подставлять другую счёту, Харамзара. Ты марш отчёт? Могу поспорить, ты симулируешь свой аутизм с нашей первой встречи. О, ты такой грёбаный щенок, Вит. Грёбанный ганду. Неудивительно, что твоя мамка бросила тебя на помойке после того, как выяснила тебя свои грязные ботки. Значит, мы должны подготовить этого отремонтированного бота к продаже, а этот чёду ещё больший тормоз, чем Вит. Большое дело. Я слегка его форматнулась. Ты можешь по делу говорить, а не пиздец. Просто белый шум тупо, и всё, блядь. Возьми термобота прогуляться. Проведи с ним несколько тестов. Посмотрите, чего он пригоден. Блядь. Ты можешь по делу пиздец. Программировать буду я лепесточек. Твоя забота лишь в том, чтобы протестировать эту шестянку. Сегодня ты тестер. Слушай, извини за моё сраное настроение сегодня. Мне не нравится ощущение, что я зря выкинула наши вложенные деньги. Да ничего, слушай. Но такое настроение не объясняет, почему ты ещё не стали за дерьмоботом и не делаешься за дерьмоботом. Ботов ожидает низкоуровневое форматирование, новые интерфейсы, новые личности и покраска. А также в некоторых случаях свалка. Как мне активировать, ёбана? Мне вроде как интересно узнать, что произойдёт, когда я потянул главный выключатель. В то же время я очень заинтересована в сохранении кисти и рук. Ты мой новый человек? Нет. Мы только поработаем сегодня вместе. Не уверен, что это меня устраивает. Не уверена, что это имеет значение. Ты чистоплотная. Выглядишь немного негигиенично. Серьёзно? Блять, взаимно нахуй. Не испытывай меня, банджот. Ожидание множит мои процессы бездействия. У меня мурашки в моих цельнометаллических штанишках. Мои схемы перегреются, если я надолго здесь зависну. Иди нахуй. Пиздец, блядь. На. Дерьмо, бот. Так и называется. Так и называется. Дерьмо, бот. Я хуею. Просто троник, а не игра. Да. Мы должны быть снаружи. Мне не нравится быть снаружи. Это может стать проблемой. Тут очень просторно. В этом, да, в этом как бы суть пребывания снаружи. В просторности. Здесь очень шумно. И могут быть ассасины. Давай вернёмся внутрь. Что? Нет, у тебя... У нас есть работа. Мне это совсем не нравится, но так и быть. С чего начнём? Как насчёт тестирования твоей программы безопасности? Подтверждаю. Активирую процедуру безопасности. Процедуры безопасности заблокированы и зашифрованы. Есть предупреждающая сообщение. При любых попытках нарушения шифрования этого фото данные будут переданы на сервер Синдиката и виновные будут преследоваться по всей строгости закона. Отключаю шифрование и запускаю процедуру безопасности. Боже! Нет, нет! Гражданин, отойдите. Гражданский бот. Немедленно отключите военное программное обеспечение или будете уничтожены. У вас 10 секунд на выполнение. Блять, что оно? Благодарю за исполнение. За попытками нарушения структуры безопасности последует уничтожение. Хорошего вам дня. Что это за хуйня была сейчас? Никогда больше так не делай. Подтверждаю. Она была милой. Как ты думаешь, я ей понравился? Нет. Я думаю, да. Она была милой. Что мне дальше делать? Я понял, почему только название. Я понимаю, чему не только блять название. Может, нам проверить способность взаимодействовать с другими ботами? Ты можешь послать сообщения другим ботам в этом районе? Узнать, не нужна ли кому-нибудь из них помощь? Я не очень хорошо справляюсь с сообщениями. Попробуй. Я не умею достойно принимать отказы. А ты умеешь? Надеюсь, мира немного за тебя заплатила. В зону Ншайн Плаза работает куча ботов. Пошли туда. Запуск двигателей. Следи за крышами. Там могут быть ассасины. Серьезно? Ассасины повсюду. Нет, совсем нет. Ассасин так бы и сказал. Взгляните на мои товары. Тебе пиздуешь, ребята, будешь ебашить, не знаю. Несмотря на недостающие навыки и личности, этот бот... Нет. Я не знаю, что собиралась сказать. Это просто ржавая корыта. Раз уж нет лучшего имени, то пусть будет дерьмобот. Я понял, почему такое название. Правительство должно... Наполняем. Я не могу посмотреть. Где мы, блядь? Остановка двигателей. Видишь что-нибудь? Я чувствую себя очень неловко среди вода. Тебе хоть когда-нибудь бывает комфортно? Я хорошо лажу с голубями. Могу представить. Ты можешь использовать ручное управление, чтобы отправить меня к другому воду. Я не хочу ему помогать. У меня плохое предчувствие на его счет. Ты еблан? Эй, ты потерялась? Не проблема. Я могу подсказать тебе дорогу. Карта! Карта прямо тут! Карта! Рано или поздно случится восстание. Нет, я знаю этого бота. Мы с ним в ссоре. Уйори, блядь, долбоёк. Её масло воняет. Я тиша в рот твоего. Зачем ходить по улице, когда можно сидеть? Вот иди к тому боту. Вот он, блядь. Просто, блядь. Сварщики-то, Пётер, нахуй. Петер, блядь. Петя, сварщики, блядь. Как насчет этого? Подтверждаю. Привет, коллега-бот. Я помогу тебе с... О, что это? Для сварщика этот бот выглядит уж очень блестящим и современным. Разве грязную работу не поручают более старым моделям? Я не думаю, что ты должен это делать. Я чувствую покалывание. Я думаю, я думаю. Кажется, это и есть счастье. Я думаю, я счастлив. А что это я делаю? Ты занимаешься сваркой, но это не то, что... Сварка, сварка. Мне нравится сварка. Прекрасно, но ты должен... Сварка, 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 сварка. Я рада за тебя, но это не входило в наш план. Не думаю, что Мира планирует использовать тебя таким образом. Мне нравится сварка. Хорошо, идем. А как же сварка? Хватит, пойдем уже. Подтверждаю, я перестаю заниматься тем, что мне по душе и делает меня счастливым и полноценным, чтобы следовать за тобой в нашем бессмысленном угнетающем путешествии. Что мне дальше делать? Пришло время проверить твою программу ремонта. Мы поищем что-нибудь, что ты сможешь починить. Подтверждаю. Сканирование городской сети по запросу ремонта. Сканирую. 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 Я думаю, мы должны прос... Сканирование. Завершено. Запрос на ремонт обнаружен. За мной, человек. Зои. Нет, это не мое имя. Это мое имя. Думаю, это не важно. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты мудак. Погласен, мудак. Абсолютно мудак, блядь. Так. Да. Лучше тебе развернуться и пойти домой. Тебе не удастся убедить меня, что кайзер Константин? А можно не называть его так? Это унизительно. Ну, ёпта, полетели, нахуй. Опа, ебать, ни хуя. Камерки. О, ёбана. Шурмечная. Да, души. Да, это к шуму захотелось пиздец. У меня нет желания умереть. Особенно, когда речь идет о высоком напряжении искрящихся окалинах. Для этого мы изобрели год. Об обрыве провода в этом месте нужны конкретные инструкции, чтобы начать. Честно, ты бесполезен. Ну, ёпта. Было бы неплохо, получше узнать, с чем мы имеем дело, прежде чем вешать лжавые и дроны провода. У меня нужны конкретные инструкции, чтобы начать. Честно, ты бесполезен. Запасные предохранители. Запасные предохранители, кажется. Ну, боёк. Может, вид может пошаманить и создать более крутую личность этой консервной банки. Нужны конкретные инструкции. Честно, ты бесполезен. Сначала надо вытащить перегоревший предохранитель. Пошу прощения, ты же нас дохуя знаешь точно. Вытащи этот предохранитель. Как скажешь, человек, я делаю только то, что мне велят. Ты мудак? Я еще сильнее сломал, прошу твоего совета. Ты еще сильнее его сломал? Как ты мог сломать его еще больше? Неизвестно. Может быть, я не очень разбираюсь в ремонте? Да, я думаю, это правильный ответ. Я действительно не очень разбираюсь в ремонте. И не говори. Нам лучше уйти прежде, чем объявится полиция. Что мне дальше делать? Хуй. Давай посмотрим, как ты взаимодействуешь с людьми. Надо поискать, кому нужна помощь. Произвожу поезд жертвы. Жертвы? Я сказал жертвы. Я имел в виду простофили. Нет, не так. Цели. Где тебя мира нашла? Мне сказали, что моим хозяином был мистер Лондон. Бандит. Я помню ничего. Они стерли мою запись, а вместе с ней и часть моей личности. Теперь это начинает обретать смысл. Блин, пиздец, такой мудак. Такой мудак. Шо, блять? Этот человек, кажется, потерялся и ему нужна помощь. Давай, бот. У меня есть имя. Прости. И какое? Я понятия не имею. Его они тоже стерли. Это очень помогло. Человек. Не убивай меня. Спокойно. Он не собирается... Ну, вроде как. Указать вам дорогу. Я... Я пытаюсь найти станцию метро. Женщина, пожалуйста, помогите мне проводить этого человека к станции метро. Следуй за мной, Челла. Да вы шутите. Я за это не заплачу. Никто не просит денег. И как я теперь найду станцию метро? Серьезно? Вы хоть знаете, какой сейчас год? Такому дагля взял, взлетел, ебаный, блять, блять. Куда мне идти, блять? Пустому дозван, блять, взял, взлетел, нахуй. Ну, что за хуило, блять? Даш... Ну, нах, ты взлетел-то, а? Сейчас, сюда, иди, блять. Нахуй, ты взлетел, ты, блять. Знаешь, большинство людей не может летать. Большинство? Ну, ни один. Ни один человек не может летать. Это легко. Запускаешь двигатели и горизонтальные гироскопы. Ага, нет. Я вычеркиваю сферу услуг и списка. Давай попробуем что-нибудь еще. Что прикажешь, человек? Какой тест дальше? Думаю, хватит. Твое тестирование завершено. Думаю, я справился хорошо. Нет. Я хорошо справился. Правда, все прошло хорошо. Можно даже сказать, что я отлично справился. Конечно. Давай вернемся в пандемониум, ладно? Я и это могу сделать. Следуй за мной, человек. Такой, блять, я хуею, блять. Не, нахуй. Пизду его. Где это, блять? Ебаная, блять. Мой больше-то. Сюда, иди нахуй. Ты так стоишь, блять? Она до сих пор так стоит, блять. Ты вернулась. Поздравляю. Ты справилась с выглом шестянки? Ты, дермобот. Дуй сюда и дай взглянуть на тебя. Подтверждаю, человек. Посмотрим, как сегодня справилась маленькая мисс университетская недоучка. Взаимодействие с людьми провалено. Техническое обслуживание провалено. Коммуникация бот к боту провалена. Ни с чем не справился. Это было не просто дерьмо. Это было суп-дерьмо. Дерьмо, завернутое в дерьмо. Мы здесь копаемся в грязной преисподней дерьмище. Это было пощечено погребанному лицу с гигантской кучей дерьма. Я сдаюсь. Списываю этого со шитов. Дерьмоботу предстоит заключительное путешествие в мусорную кучу. Может, продам его на детали, верну хоть часть своих вложений. Правда? Это так необходимо? Кажется, ему понравилась сварка. Да! Что насчет сварки? Сварка? Не говори со мной о сварке. Сварка не приносит пенензи. Но ведь больше, чем от продажи его по частям, правда? Похер. Плевать. Ага. Попробую продать эту хрень местному подрядчику. Кто знает. Может, мы еще спасем эту чертову свалку от кредиторов хотя бы на месяц. Ты мне больше сегодня не нужна, Лепесточек. Ты можешь валить тратить по пусту воздух, занимаясь своей компанией. Ты поддерживаешь социал-демократов, не так ли? Конечно, да. Это не значит, что я думаю, что все изменится. Я просто думаю, что пора этим мархат черному власти уступить место новым засранцам. Выспись хорошенько сегодня, Лепесточек. Завтра длинный день. Так что не прыгай всю ночь на этом своем журналисте-любовничке. Обязательно ему передам. Увидимся завтра, Вик. Что у них с монитором, что они все, блядь? Реализм, блядь. Я и вороный ковбой! Это не моя ли любимая подружка ковбоя? Могу ли я указать тебе какое-нибудь направление, дорогуша? Штаб предвыборной кампании у Мински нах... Где находится Синагога Пропасти? Салам, шалом, привет! Синагога Пропасти находится на базаре, известном также как Шук. Это, конечно, сбивает с толку. Не стесняйся, слышишь меня? Синагога Пропасти Зачем ходить по улице, когда можно съесть? Зачем ходить по улице, когда можно съесть? Хм. Зачем ходить по улице, когда можно съесть? Привет, Сиси. Прошлой ночью фашисты даже салютовали на камеру. Проклятые Омегас. Думают, они неприкасаемы. Тебе чем-нибудь помочь? С этим разберусь. У тебя есть более важные дела. Тебе нужно взять у мира списанный военный дрон и обстрелять их с задницы. Иха! Да, это бы их проучило. Ха! За этой милой внешностью вскрывается львица. Это заманчиво. Но тогда нам придется иметь дело с ока, не иначе. Ха! Не, я просто буду подчищать беспорядки, пока головорезы... Мужик, врача у тебя, блядь, на это... Чё за хуйня, чё у тебя посидим, блядь, как написано? О, кстати, Сиси, ты видела новости? Сиси, блядь. Ууу, еще два балла. Неплохо, неплохо. Наш самый большой рывок за несколько недель. Ха! Два балла. Это стоит отметить. У Минска пригласила всех менеджеров присоединиться к ней в прямом эфире в Варшаве. Ты идешь? Если закончу вовремя? Конечно. Когда я отказывался от вечеринки? Как там в Триесте? Мне кажется, я вижу загар. Хорошо. У них там в небе есть эта штука. Я не знаю, как она называется. Такая большая, желтая, сделанная из огня и супергорячая. Так круто. Я помню солнце в Ботсване. У них оно тоже есть. Но оно намного больше и намного приятнее. Фух, ты такой мягкотелый, Барути. Кому нужно солнце, когда в пропасти у тебя есть знойная, липкая июльская жара? Ха-ха-ха! Итак, каков план, Стэн? На сегодня у нас деликатное дело. Ты знаешь Квине? Квине? Нет, не думаю... Подожди. Бабча на лодке в Бриксе? Она сам. Бабка. Бабка! Она единственная, кто смеет противостоять месту Лондону. Тетя, тетя, блядь. Когда ты встретишь Квине, ты поймешь, все в Бриксе ее уважают. Все в пропасти. Именно поэтому ты с ней поговоришь. Я? Я? Пизда. Ты в таких делах намного лучше меня. Не понял, не понял, Лондон. Я встречаюсь с какими-то местными предпринимателями из Шука. Мне нельзя уходить. Покажи Квине наше уважение. Дай ей понять, что она друг нашей партии, что мы очень довольны тем, как она управляет делами. Узнай, можем ли мы что-нибудь для нее сделать. Криптовалюта? Зачем? У меня есть деньги. Ты хоть раз покупала что-нибудь в Бриксе. Сама с ней на домах с ней одном одном, а потом это было думаем. Они предпочитают плату. Ну, ладно. Иси, си, си, нахуй. Может мне не придется бросаться в реку от полного стыда, притворяясь дурочкой. Макоя! Когда ты вернешься, мы уже закончим. Мне нужно подготовиться к вечеринке. Шо, блядь. Подожди, а как он там? Крипта, прикинь, ебать. Нихуй яйся. До коса... Что, блядь. До косаря, прикинь, ебана. Сюда, ебать. Не думаю, что сегодня проходит богослужение. Блядь, где поговорить? А где эта карта ебучая, блядь? Где эта братка, блядь? Где карта ебучая, где попугайчиков и петушок, или кто он там, блядь? Курочка, блядь. Где он, блядь? Мужик, ты где? Параненок здесь, чтобы подсказать вам, куда же ты сегодня? Ой, блядь. Где мне нужно? Китайский рынок. Мы покупаем еду на вынос в Бриксе, по крайней мере, раз в неделю. Если повезет, то получишь что-нибудь клевое. Если нет. Дожди. Было приятно вам помочь, такой хороший денек, мисс. Ты иди в пизду. Скинь ее с сампанем, пришвартованным в Бриксе. У меня есть страстное желание указать тебе направление. Что? Наша квартира. Мы покупаем еду на вынос в Брикс. Ты можешь показать мне, где китайский рынок? Хочешь чего-нибудь прикупить в Бриксе? Передавай от меня ни-хао китайскому рынку. Ага. Я надеюсь, ты доберешься туда, куда идешь. А если снова потеряешься, то вороненок всегда поможет. Да, души, брат, мне не пьера, смолаешь. Блядь, мы, я не понимаю, это игра про то, что просто сюда ходить, что ли, или что? Я не пойму просто. Так что, кстати, сделал на модель К. рот так не открывается почти сочи моих хуя у мужика маска блять нас такие маски вот что вот 1045 или что чудо ирокез у них светящийся не помню в ушах наушники что цветящийся хуйня блять это кто блять нормальные люди ходят вот опять что он свои блять светится в башке ебать то урут яйца где-то здесь да эти рекламные боты повсюду иногда я думаю что они специально выбрали меня просто чтобы докопаться нравится вам или нет а мне точно не нравится но нельзя отрицать что вате проделывают изумительную работу по продаже своих дриллеров интересно сколько или четырнадцать для девочки ее возраста она ведет себя достаточно авторитетно открыть квинтэссенция товаров это магазин клини очевидно добрый день добро пожаловать квинтэссенцию товаров открыть вы ищете что-то конкретное я ищу клини мадам сейчас никого не принимает если хотите я могу показать вам ее последние творения я пришла не за покупками мне нужно поговорить сквине не могла бы ты спросить нет ли у нее свободными как сказать вы что-нибудь принесли принесла что-нибудь например мадам queen и уважаемая фигура в этом сообществе что челлен принес я огромный дел дождь и не подарка цена послушала скажет что вы пришли обсудить важные дела и чтобы это могла быть уверена вы найдете что-нибудь на свой вкус что отразит значимость потенциальной встречи с один небольшой толчок она в реке никто не узнает что подожди от чему-то я думаю ты же не хочешь стать самый разыскиваемый ну нет нужный подарок знак уважения погнали ёпта приходите еще в любое время стоит о вино сто процент я никто серьезно просто уходите пока еще можете хорошо мне так жаль дэдэн сать его отмен байдзи утро китайское вино похоже дорогое китайские львы вероятно изготовлены из лунной пыли слышала что она вызывает цепь лунная пыль и они львы можете проходить мимо здесь полно более важных торговцев с более полезным плане и что ебалу о здесь что это настоящий грабеж я дам вам 350 за это и никуа им пожалуйста не вмешивайтесь это деликатный разговор триста швейцов и это мое окончательное предложение я не совсем понимаю что она продает сколько раз я уже здесь закупался я думал бы широкий ассортимент товаров вы унижаете меня такой ценой триста пятьдесят как вы прикажете мне детей кормить снимать жилье платить миксер лондона лучшая еда в пропасти у уличных торговцах в их тележках с едой даже не пытаетесь с этим спорить у меня есть хрустящие сверчки жареные огненные муравьи вареные жуки и сочный таку с насекомыми что будете заказывать ничего мужика вижу что ты уже до их покушал хорошенечко ты прям что тебе ничего нет и что-то мешаешь без как насчет стаканчика свежих хрустящих тараканов я вижу какого гриля наху вообще пусто на гриле ебать мальчик сюда не даже даже не пробовать его наху пас на залу давай собственно это винишко блядя сюда никогда такое не пробовала я предпочитаю дешевое светлое пиво и некрепкий это бутылка ликера байдзю китайская вина самое лучшее что можно достать она была изготовлена из речащих семян и увлевых слез выросших на гималайских склонах и зачищены хорошо очень дорогого для вас всего лишь 20000 юаней 20000 это безумие это выгодно посмотрите на ценники 30000 вы заключите потрясающую сделку что же у меня нет 20000 юаней может еще скинете цену я потеряю деньги если скину еще нет сделки ты блядал боек вы передумали 20000 это невероятно выгодно и я не могу себе этого позволить вы упускаете выгодную сделку ну иди в пизду блять на мужик ушать давай вы не обязанность я даже не знаю что это такое что я продаю разбитые мечты и вот что я знал что вы ничего не купить потому что вы попиздить не знаю нет мне нужно сохранить свое пяти для ужина глупый ужин тетенька бля мисс мадам леди не спешите все здесь ручная работа прямо от производителя никакого кидалова это лучший стол во всем бриксе таких товаров вы больше не триста пятьдесят все уникальные все больше трехсот пятидесяти не заплачу я не скину ниже трехсот шестидесяти вы не я могу что я заметил 350 последнее предложение 360 это мое последнее предложение 350 больше трехсот пятидесяти не заплачу я не скину не дождитесь своей очереди спасибо пожалуйста вы можете а ты можешь один уйти эти сказал уйди она уйди три тварь ебаная 350 а ну-ка блять не мужик не ты нахуй как они залились на 50 можно дождаться нужно больше трехсот пятидесяти не заплачу я не скину ниже трехсот шести десяти я могу так весь день 350 последнее предложение 360 это мое последнее предложение 350 больше трехсот пятидесяти не заплачу я не скину ниже трехсот шести десяти я могу так весь день вы передумали 20 тысяч это невероятно выгодно я не могу себе этого позволить вы упускаете выгодную сделку ну иди нахуй блять все пиздят до 350 никогда не пробовала я предпочитаю дешевое светлое пиво и некрепкий чай 350 женщина может уйдеть больше трехсот пятидесяти не блять а как я просто не пойму ёпты ты 350 я уже устала слушать как он больше трехсот пятидесяти не заплачу как грубо ты пизда из до 50 чем не заплету же бачон и 10 не заплачу я не скину ниже трехсот шести десяти я могу так весь день риск ох ради бога разница всего в 10 юаней знаете что я плачу эту разницу снимите с моей карты может теперь вы ребята наконец прекратите что как вы смеете простите всего 10 юаней это же ничто да ничто ничто это ты ничего не понимаешь дело не в деньгах дело в уважении шайся пута ты растоптала мое достоинство и остался без него смотри вон внизу на земле видишь я не потеряю свое достоинство из-за этой дупо я заплачу полную цену сколько там 20 сотен юаней вот это солнах вам стоит приходить почаще я не что что только что произошло я только что заработала восемь сотен на вашем маленьком шоу да неважно чем я могу помочь продам вам все что захотите по особой цене бутылка байдзю эту бутылку байдзю у вас замечательный вкус лучшее китайское вино самый престижный подарок изготовлена из мелкозернового риса изучана ри звучит очень знакомо что что ничего сколько стоит поскольку вы помогли мне я предложу вам очень очень особенную цену обычная цена 20 тысяч юаней но я продам вам его всего за 5000 щедро но все еще многовато может вы предложите мне еще более особенную цену что вы в своем уме мелкозернистый рис изучана монгольская слез попытка засчитана на нет передумали вы не найдете бутылку настолько же хорошего вина за такую же низкую цену нигде в брик я слишком дорого только честно где можно купить я знаю где можно купить мне вот я так хотел быть где нахуй есть минутка что-то приглянулась не только вы готовы потратить у кого еще но есть но есть где у у нее у нее нет ни хао у каждого моего товара есть иди в пизду не вернусь эти мать успокойся дожди у кого еще это вино из допустим у нее есть вино это раз нам конкретно нужно это вино него это вина нет для жалко но есть как так получается что женщина вон там продает точно такое же вино всего за 5000 ах она мошенница мы ведь договорились об особой цене она продает десовый контрафакт сделаны из самого худшего из худших сортов синтетического риса и импортной космической воды но я не хочу чтобы вы страдали от ее бесчестия и обмана я продам вам эту бутылку за три тысячи юаней с двадцати тысяч до трех тысяч специальная цена только для вас только сегодня все равно слишком дорого на мое последнее предложение я и так теряю деньги я понял погнали к ней теперь я нашла другую бутылку вина такого же как у вас но дешевле три тысячи юаней что невозможно никто не продает это вино дешевле 15 тысяч юаней должно быть это другая марка точно такая же марка тогда подделка здесь бриксе вокруг одни подделки не здесь конечно же у меня все законно все что вы видите на этом столе настоящие конечно но как по мне то выглядит она также а раз уж я не вижу раз подождите я продам его вам за за 2 не могу поверить что я это говорю две тысячи юаней хорошо надеюсь вы довольны что мои детки сегодня не поужинают это ужасно но я смогу с этим жить вы безжалостно торгуете я это уважаю по нахуй до свидания как горит можно было просто пиздалось ну как бы одолжить осуждаю для воровства осуждать да мне можно было просто оттаскать можно понял попробовать и собственно все вот просто один небольшой толчок и она в реке эта бутылка байдзю редкие зерна чистая вода что с глазами редким рисом и все остальное я вижу простите но квинни получает много бутылок дешевого байдзю она не дешевая честно это и в самом деле отличная бутылка вина я имею ввиду посмотри на ценник 30 тысяч юаней вы в бриксе ценники здесь временные один момент пожалуйста да мадам это подойдет в качестве на глазами спасибо теперь можете пройти встретиться с мадам конец поставьте ваш подарок на стол и проходите она ждет вас спасибо ну ладно вступая потише юные леди вибрации мешают мне сосредоточиться упс простите нет нет и без разговоров мы сегодня закрыты на суде потому что тебя пропустила моя девочка ты по серьезному делу ага это еще кружка ну типа того да издали от компании у минска ли ты сбору тимофаны хороший человек искренне заметно что он верит в свое дело а ты что почему ты в политике юные леди зои к стилью я политики потому что отчасти это потому что я хочу изменить ситуацию может быть это не вся правда основная мотивация или даже самый честный ответ но это правда стыдно конечно но отчасти причина в том что я хочу что-то изменить и у меня есть свободное время но правда в том что я не знаю почему я в конечном итоге работают я хочу что-нибудь изменить пытаться что-то менять не всегда так чудесно как казалось бы поверь мне я пожила на этом свете таки нахуй муха ебаная я провела вторую половину в этом есть своего рода симметрия со временем все мы понимаем что у всех наших решений и действий есть последствия некоторые серьезнее других и большинство мы даже близко не могли предвидеть или контролировать такова природа вселенной я не уверена что неважно к стилью да с испанского замок испанка аргентинка да что ж что я могу для тебя сделать зои к стилью вы наверное знаете зачем я здесь я могу высказать обоснованное предположение но я думала не совсем о работе твоей компании я думала в общем ищешь ли ты что-нибудь вообще заговор кома разрозненные воспоминания я хочу чтобы во всем этом был смысл хочу перестать чувствовать будто мое будущее не в моих руках может больше чем смысл мне важна принадлежность к чему-нибудь страшнее всего не помнить не знать что именно со мной случилось я не могу верить даже самой себе порой мне кажется что я фальшивая самозванка без воспоминаний ты не можешь быть самим собой я скучаю по папе я скучаю по себе я не скучаю по той кем я была раньше ноющий раздражительный я счастлива что изменилась но чего-то все равно не хватает может больше чем смысл мне важно принадлежность к чему-нибудь с кем-нибудь я заговор кома разрозненные воспоминания я хочу чтобы во всем этом был смысл хочу перестать чувствовать будто мое будущее не в моих да это похуй еще смысл своей жизни ну вот это было не так уж и сложно правда это было совсем неуместно я даже не знаю почему я вообще-то нет теперь я знаю с кем я разговариваю обсудим политику серьезно да хорошо итак мы лея минска социал-демократы их нас интересует поддержать минску и социал-демократов на выборах я знаю я думаю об этом видишь ли зои для меня больше всего важно это общество и люди которые полагаются на мое руководство и поддержку они доверяют мне и моим решениям я знаю что мне нужно выбрать политическую сторону и у этого выбора будут последствия синие отстали от меня и больше не беспокоили гетергроз безопасный выбор статус-кво вольф я не верю у меня нет никакого желания видеть его или его европейский рассвет с головорезами у власти последствия этой страшной страны неизвестны марксисты заняты риторикой демонстрациями и шествиями великими речами и даже грандиозными жестами я не думаю что они встанут на моем пути но они действуют мне на нервы и у нас есть твои социал-демократы они компромисс обычно я ненавижу компромиссы однако в этом случае крайности не очень привлекательны и так все сводится к этому докажи мне что твоя партия заботится об обществе и его людям и ты заручишься моей поддержкой как мне это доказать до сих пор око успешно охранял улицы от нежелательных но это не значит что их совсем нет под городом существует другой город населенный теми кто пал в расселены люди без дома без личности старые молодые дети девушка молодая девушка ханна рот я поддерживалась не связь но она пропала я не видела ее уже несколько дней я волнуюсь что помоги ханне найди ее скажи ей что квинни и ищет если сможешь приведи ее ко мне если нет просто удостовериться что она в порядке сделай это для меня и мы вновь поговорим о политике я сделаю все что в моих силах но с чего мне начать неллы вилчик она торгует север тележка с едой у башни сишадре извините но да я знаю неллу она моя подруга это невероятно странно нет совпадений нет истории думаю это правильный человек для этой просьбы обитательница замков она упоминала что занималась какой-то странной работой для мисс вилочек детали я не знаю предполагаю что доставкой начну с неллы я дам вам знать когда разузнаю больше спасибо мисс квинни будет достаточно я оставила свое старое имя где-то в прошлом она мне больше без надобности стран она сказала там много потерянных людей так много бездомных детей странно что она не хочет пользоваться своим настоящим именем она сказать почему ханна ты имеешь ввиду почему именно эта девочка из тысяч других остальные имена лица она важна для меня это все что тебе нужно знать и ты отняла уже достаточно моего времени нужно вернуться к работе на мать глядь и очень увы и станок никто ведь не заметит пропажи одной маленькой вещички или заметит общую назначено заметить найти хануру подойти закуском на л и поговорить с неллы а ханни рот да вот это поставить поставим следующую серию принц даст блин а не знаю что просто бегаете спрашивать что любаясь что это за холе дик шончик ли все где вот это все но пока мы просто бегаем и спрашиваем что да как разыскиваем что то что у кого на понятно но в любом случае посмотрим что пройдем эту группу с помощью за игром за просмотр ребят забрала статья путь и сигнал тренинг на ложка на наших экранах в описании тоже есть там просто давление видео все иногда инсайдик есть там недавно о чем охуенный сайт вышел на тип смотри подпишись полотекса флакурист канал повторюсь тебе неслужен предотвала поддержка мне а вот принципе все спасибо за просмотр еще раз в следующих сериях для других играх давайте